Добрый вечер. Наша глава Вайхи. Этой главой мы заканчиваем книгу Берешит. Сегодня мы закончим книгу Берешит. И по достаточным годам читаем главу Вайхи, у нас появляется такое ощущение, что вот все закончилось, все эти вот сдряги и передряги с Яковом, с Юсефом, с братьями и так далее. Все, все же за нами. Разорванная семья уже соединилась, Яков наконец-то получает жизнь, скажем так, какие-то определенные годы жизни в спокойствии, когда вокруг него его дети, его внуки и так далее. И он уходит на тот свет, когда все соединилось назад. И вот почти в самом конце книги Берешит, вот эта вот идиллия в принципе разрывается. Разрывается следующими словами. Это почти там и конец. Это последние почти стихи. И увидели братья Юсефа, что умер отец их и сказали, может Юсеф возненавидит нас и воздаст нам на все зло, которое мы сделали Юсефу. Ему. Получается, что, скажем так, та рана, которая вроде бы уже, которая произошла много лет тому назад между братьями Юсефом и так далее, с того момента, как Яков предпочел Юсефа и дал ему вот эту вот красивую одежду, и так далее, она не излечилась. Она продолжается. Она здесь после смерти Якова. Она возвращается и в принципе, скажем так, со смертью Якова, именно с его смертью, вскрываются все раны, все нарывы, которые были. И братья боятся. Боятся чего? Они боятся страшной мести Юсефа. Вот теперь Юсеф им отомстит за все. И поэтому они рассказывают Юсефу о каком-то заповеди, какое-то, скажем так, завещанию, которое оставляет Яков под себя, о котором ни словом ни духом, какое-то странное завещание. И оно звучит так. То есть, да, если прочитаем дальше. И велели они сказать Юсефу, отец твой завещал перед смертью твою, говоря, так скажите Юсефу, прости, молю тебя, вину братьев твоих, грех их, хотя они сделали тебе зло. А теперь прости вину Бога, отца твоего. И плакал Юсеф, когда говорили они ему. Ну, какое-то завещание, которое нигде не было обозначено, кстати, я когда-то говорил об этом. Юсеф сразу в этом не поверил по одной причине, потому что нет шансов, что братья рассказали Юсефу, то есть Якову, что они его продали, а Юсеф сам мне это, естественно, отцу не рассказывал никогда. И поэтому он понимает, что что-то нехорошее происходит, поэтому он плачет ко всему, что происходит. И по-настоящему вот это вот завещание странное вызывает вопросы, причем это вызывает вопросы у многих комментаторов и даже у наших мудрецов. То есть, в принципе, многие комментаторы видят в этом действии, скажем так, попытку хоть какую-то братьев, то что называется, как-то приостановить или уйти от всей мощи мести, которое сейчас Юсеф над них обрушит после смерти своего отца. По этому поводу есть даже мидраж, то есть, как Рабан Шимон бен Гамлель приводит, Ама Рабан Шимон бен Гамлель, то есть, это мидраж там Хума, который говорит, велик он мир, как сказан Всевышний, то есть, да, сказал вещи в Торе, которых не было. То есть, ради мира, для чего он это сделал, ради мира, то есть, когда умер Яков, и увидели братья Юсефа, что умер отец их, что они сделали, говорит мидраж. Пошли к Бельге и сказали ей, поиди к Юсефу и скажи ему, а виха цива лифней мутоли и мор, то есть, твой отец завещал перед смертью. Никогда в жизни Яков такого не говорим, то есть, да, это изобретение. Но они сами по себе это сказали, то есть, да, почему это сделали. Смотри, сколько чернил пролилось, и сколько сломалось перьев, то есть, да, и сколько было обработано кожу из-за пергамента, и так далее, и так далее. Научить, то есть, вещи, которые не было в Торе, то есть, даже этого не было, и сколько вокруг этого всего разолилось. Почему? Смотри, насколько велик мир. Что выходит, смотрите, что объясняет? Рожбак объясняет то, что выходит также из стихов, то стих завязывает поведение братьев на смерти Якова. Но мы задаемся вопросом, какая связь между смертью Якова и местью Юсефа? И тут очень интересная вещь. Если мы прочтем на иврите, то мы видим очень-очень поразительную вещь. Фраза, точнее, слово, которое использует Тора, то есть, которым выражают свое опасение братьев, оно очень интересно. Оно звучит на иврите так. То есть, да, вы видели, братья Юсефа, что умер от детства. То есть, да, люистемену, это перевели на русский, может Юсеф возненавидеть нас, вернет нам, и так далее, и так далее. Дело в том, что это слово, истемену, появляется еще один раз. Первый и последний во всей Торе. И это появляется намного, намного раньше. Это появляется, сейчас вам открою и прочитаю, вы сразу угадаете, увидите, где это появляется. То есть, это слово появляется, то есть, это слово появляется, и возненавидел Исав Якову за голосовение, которым голосовал его отец, и его и сказал, Исав, сердце вам приблизится, не плача по отцу моему, и убью Якова, брата моего. То есть, стих, то есть, слово истемена, и так далее, то есть, невыясна, и так далее. Именно вот эта вот фраза, вот это вот слово, а вот этот вот корень шин, таф, мем, он завязывает две, то есть, ненависть Исава по отношению Якова после благословения, и как бы ту приписанную ненависть, которую приписывают братья Юсефа. Что мы из этого видим? Мы видим очень интересную вещь. Это накрывает нам вообще понимание, что произошло, что думают братья, и почему будет смерть отца? Точно так же, как Исав возненавидел Якова из-за того, что произошло с благословениями, и он готов, то есть, когда убить Якова, после того, как умрет отец. При отце он-то не готов сделать. Когда отец умрет, он это сделает. То же самое получается Юсеф. То есть, да, братья что думают? То он дождался, дождется смерти отца. Теперь отец умер. Теперь никто ничего не остановит. Я Юсефа отомстить. Таким образом получается, что тот мир, который был между братьями много-много лет, то есть, после того, как открылся им Юсеф, до смерти Якова, он был, скажем так, ненастоящим. И братья, они очень верили всем тем хорошим словам, которые сказал Юсеф, и всей этой заботе, которую он окражил и так далее, и их. Они показывали, с точки зрения братьев, не широту души и сердца Исефа, Юсеф о его лицемерии. Он, то есть, лицемерил до смерти отца. Поэтому, то есть, и по их мнению, Юсеф ничего не забыл и ничего не простил. Он дождался. Он ждал. Поэтому, понятна реакция братьев, которые приходят, и вернемся назад в нашей главе, то есть, и говорят, то есть, да, что не говорят. И пошли и сами братья его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. То есть, представьте, если они предлагают себя стать рабами, представляете, что они думают, что с ними сделает Юсеф? Если бы стать рабами, намного лучше. Окей. То есть, здесь у них, то есть, они, в принципе, думают, что Юсеф будет вести себя, как их дядя был. Когда-то. Вопрос? Почему? Почему они так думают? Что происходит? То есть, почему это прорывается после смерти отца? То есть, это мы уже поняли. Но что привел изначально братьев так думать? После стольких лет? Дело в том, что давайте нам вспомним. Как братья запомнили Юсефа? Когда они его последний раз видели, перед тем, как они с ним встретились снова. Они его запомнили молодым, то есть, да, и заносчивым, который над ними, над всеми возвышался, который постоянно был заносчивым и рассказывал про свои сны и так далее, и так далее, папец давал их. То есть, они его таким помнят, таким они его продали. Они совершенно ничего не знают про все те ямы, в которые попал Юсеф, перед все эти пиздляски, которые он перешел, включая тюрьму, включая все, и какой процесс внутренний прошел Юсеф, насколько он изменился и кем он стал, когда они его встречают снова. Проблема в том, что когда они встречают снова Юсефа, перед ними стоит кто? Перед ними стоит снова заносчивый правитель, которых обвиняет в пустых обвинениях, которые никогда не делали. То есть, в принципе, да, это действие, которое было для Юсефа, оно помогло ему понять, что братья раскаялись полностью за то, что они совершили для него, но это не дало понимания братьям, что Юсеф изменился. Они оставили за неносчивого тюстюнца и встречают мужика, который имеет огромную власть, и он точно такой же жженосчивый, который готов был называться, обвинить чем угодно. То есть, он у них не изменился в их лице. Более того, братья не знают, что Юсеф хотел своим планом таким вот сложным, но то, что им понятно, что то, что остановило его, то есть, его что-то остановило, и это то, что остановило, он готов продолжить потом. А что его остановило, можно увидеть четко из речи, то есть, той речи, которую мы читали в главе Ваигры, в речи Яхова, в речи Иуды, когда он пытается защитить Бниниамина, и в этой речи он несколько раз повторяет одну и ту же аргумент перед правителем Египта, которого он еще не знает, какой аргумент, что действия этого египетского правителя в конце концов убьют их отца. То есть, он повторяет раз за разом. То есть, если, потому что если оставят, то есть, он говорит, отрок отца, отец умрет. И он объясняет, что он сказал, что если вы заберете этого отрока, то есть, Бниамина и так далее, если все случится, вы вернете мою седину, то есть, называется, преисподнюю, и так далее. Он постоянно повторяет, и он говорит, если я приду иуда без отрока, то есть, имеется, без Бниамина, то душа отца завязана на душе его. То есть, он несколько раз повторяет, но простую же идею, он умрет. Если он, то есть, не вернется, то, что продолжается сейчас, отец умрет. Таким образом, то, что остановил Иосиф, то есть, в принципе, получается, по мнению братьев, не высчитал, не просчитал по-настоящему, что его действия, то, что он делает, приведет, в конце концов, к смерти любимого отца. По этой причине он все замораживает. То есть, да. То есть, с точки зрения братьев, он им сначала обвинил, пустое обвинение, что они какие-то разведчики. Потом подкидывает ему чашу. Они понимают, что он подкидывает чашу, потому что Бенемин не мог украсть. Поэтому Иуда подходит к нему. То есть, в принципе, он пытается что-то с ними сделать. И то, что остановил, это смерть отца. То есть, он потом открывается им и так далее, все такое, хорошо. Но смерть отца осталась. Кстати, это то, что вызвало, что он убьет отца. Таким образом, это то, что он, в принципе, больше не может продолжать свое поведение такое холодное. И он им раскрывается. То есть, да, Иосиф больше не мог сдержаться. И начал плакать. А не Иосиф. И сказал Иосиф перед братьями. Я Иосиф. А еще мой отец жив. То есть, самое важное, что с отцом. Из этого выходит, что то, что хочет Иосиф, и то, что он раскрывается, и так далее, это не любовь к братьям. А то, что его интересует, это единственное, то есть, да, все, что остановило, это озабоченность Иосифа по поводу папы. Единственное, что его остановило. Поэтому они могли бы ответить, они испугались. Получается, что слова утешения, о которых говорит Иосиф братьям, какие-то, то есть, я сказал, Иосиф братьям, то есть, да, не вы продали меня в Египет. То есть, так далее. Они не более того, что не успокаивают братьям, подливают масло в огонь их подозрения. Он говорит, то есть, он говорит, Иосиф, то есть, братьям своим, то есть, я брат ваш, которого продали в Египет, и сейчас не печальтесь и так далее, то есть, не ждлитесь в глазах ваших, ибо продали меня, ибо для продолжения жизни вашей, то есть, чтобы вы жили, то есть, послал меня Всевышний Суда. То есть, Иосиф не только им не мстит, а что он им говорит, что он даже не собирается мстить, он заботится о том, что вот эта вот история, которая произошла с продажей и так далее, не приведет их к печали и расстройству. То есть, насколько человек чувствительный, это просто невозможно поверить. Его на данный момент волнует, чтобы они не переживали. То, что вы продали, чтобы вам, то есть, не было проблем от того, что вы думаете, что вы меня продали. Вау! То есть, да? Не удивительно, что братьям просто не верят. туда, что-то нигде тебя не трогать. Что-то такое называется, с такой душой, чтобы мы ничего даже не переживали по этому поводу. То есть, они могут поверить, что тот человек, то есть, тот отрок, тот подросток, который был такой заносчивый, вдруг поднялся к таким величинам великодушия. Более того, что они только что сейчас видели, называются того же заносчивого мужика. То есть, вроде ничего не изменилось. Более того, смотри, что происходит дальше. Дальше происходит очень интересный момент, когда мы читаем Виеполь альцаварей бенеминах ки в ябль в бемин бахал цавара. То есть, да, и упал на шею бенемина, брат свой заплакал, бемин, то есть, плакал, то есть, на его шее. То есть, да, это встреча их. Ви на ше клехоле ха, в ябль калегем, в ахрецем дебро хавито. То есть, и упал на шею, то есть, и поцеловал каждого из братьев, плакал на них, и после этого говорил с братьевым. Обратите внимание, братья его не плачут на нем. То есть, симметрия между Юсефом и бенемином, которые падают друг другу на шею, плачут, очень четко почувствуют, подчеркивают, называется холодное, очень холодное отношение братья к плачу Юсефа. Почему? Кстати, этот плач впервые им и заселил подозрения в их сердце, скорее всего. Почему? Дело в том, что во всем Танахе нигде не описывается больше падания на шею плача, кроме встречи Исаа и Якова. Когда Исаа падает, то есть, обнимает на шею Якова и плачет. И тут то же самое происходит. То есть, что они думают? Что Юсеф делает те же самые действия, которые делал дядя Иса. Поэтому, кстати, какое наказание себе говорят братья в том рассказе про Ваика, то есть, в конце концов, они говорят то есть, мы прочитали и пошли сами братья ему и пали перед лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. То есть, Юсеф, твоя месть, мы сами себе приговариваем. То есть, мы будем тебя рабами. таким образом они возвращают отношениями между ними и братом Юсефом в той точке, где они прекратились, где они остановились. Где это остановилось? Это остановилось на той речи Юды. То есть, когда все заморозилось, пока не умер отец. То есть, с их точки зрения, все заморозилось там. И на чем была речь? А речь там была выеплюли фанав, то есть, да, пегенейну а вадим лядуни. То есть, они тогда предложили себя рабами. Они говорят, окей, возвращаемся назад, в ту точку, когда ты понял, то есть, что ты отца не хочешь трогать, отец умер. Мы понимаем, что ты хочешь нам отомстить. Давай вернемся в той схеме, мы тебе становимся рабами. Давай? То есть, да, и все. Решим эту проблему так. То есть, как бы они говорят, твой отец сказал, чтобы ты нас простил. Но мы говорим, нет. То есть, да, мы готовы быть те рабами. Они придумывают, то есть, как бы типа, то есть, оплата ниже, но мы как бы идем к тебе навстречу. То есть, ты можешь нам отомстить тем, что мы будем твоими рабами. Окей. Вот это вот предложение братьев из прошлого, то, что они предлагают сейчас, может, скажем так, показать, что, скажем так, братья думают о Юсепе. Ну, тут другой еще вопрос. А что братья думают о себе? Что можем выучить? Дело в том, что, когда Иуда делает, скажем так, заявление еще тогда в главе Вайгаш, Бог нашел грех твоих рабов. То есть, и даже, как они принимают свое наказание. И вот мы рабы господину нашему, то есть, да, господину. Что они имеют в виду? Что они принимают с глубоким раскаянием, то есть, да, тот факт, что они пытались продать своего брата рабу. И им это, то есть, это, скажем так, ощущение вины преследует их сужит после этого. и они, то есть, видят в любом наказании, которое приходит, какие-то проблемы, которые происходят, что это наказание от Бога идет за то, что они сделали. Это мы видим раз за разом, то есть, да, постоянно они упоминают, а вот это потому, что его продали, а вот это потому, что мы его продали. Они живут под тенью вот этой вот вины, которая произошла. Кстати, намек на это, то есть, да, что они живут над этим, то есть, да, и они, то есть, да, считают, что им подполагается наказание, как раз появляется вот в этом, вот в придуманном завещании Якова. Когда они говорят, почему? Они вроде бы говорят, завещание, что они уходят наказать, но предлагают себя быть рабами. Кто имеется в виду, они говорят, наконец, накажи нас уже, то есть, да, но не жестоко. То есть, да, пусть это наказание уже в конце концов придет окончательно и все. То есть, да, сделали и все. Это намек на это, что они хотят на наказание, оно появляется в слове, которое переводчик перевел не очень, переводчик перевел на фоне Раши, но оно очень проблематично. Сказано, выемру лу истемейную сэ ваше 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 влано от пола ашер и гмелену и увидели братья сэ ваше, что умер где-то и так далее. Может, Йосеф возненавидит нас и воздаст нам. Окей? Так переводит Раши. Раши говорит слово лу, то есть, да, что оно значит? Это очень странное слово, лу, на иврите. Говорит раши лу истемейну имеется ввиду может, может быть, вдруг, то есть, Йосеф нас возненавидит, он нас накажет. И он говорит, что вообще, то есть, слово лу, оно делится на несколько вещей. Есть лу, миша, миша, потому что он бакаша, обычно лу это просьба, это галевай, дай бог. дай бог, что твои слова произошли. А есть лу, миша, шема, он говорит, а есть раши говорит, есть понятие лу это как будто шема, если, то есть, да, не если, а может, то есть, лу истемейну имеется ввиду, он может нас возненавидит. Проблема в том, что там раши говорит, что в энд лу отдуме по микро, говорит, но такого может нет не во всем тонафиг. То блю происпользуется как может. Шема. Таким образом, что делает раши? Почему раши так это делает? Раши берет из-за привязки рассказа и берет слово лу, которое больше нигде не появляется как слово может, а всегда это как бы просьба, то есть, дай бог, что было. И из-за того, что ему каждый здесь не подходит, он запихивает и изменяет его, но может он возненавидеть. Но мы можем объяснить, что нет. То есть, то есть, да, что они пытаются этим завещанием уйти от наказания. То есть, он может возненавидеть, отдавать, тогда ему расскажут, что отец завещал нас не наказать. Проблема в том, что продолжение слов братьев дальше, видно, что они чувствуют себя виноватыми. И они считают, то есть, видно, что они считают, что это прав. Не полагается наказание, то есть, да, они не безобидные овечья. Почему? Потому что они сами объясняют свои слова. Если вы прочитаете, что они говорят, смотрите, то есть, да, они используют слово то есть, то есть, преступление, проступок, зло, которое они при ней сочинили. Они сами называют этими словами. То есть, они считают, что если их принцип накажет, это по делу. То есть, у него есть полное право их наказать. Таким образом, скорее всего, слово в этом случае оно появляется действительно в двух и его ипостаси от духа понимания. В раскрытом, то есть, да, если вот при связке к тексту, то есть, да, вдруг он возненавидит, то есть, в принципе, с точки зрения на завязку. Но с другой стороны, на вскрытом, то есть, скажем так, не на завязку, а то, что внутри, его можно перевести аливай. Дай Бог, чтобы он нас возненавидел. Дай Бог, чтобы он нас наказал. Потому что нам нужно быть наказанным. С одной стороны, они говорят, может, а с другой стороны, они говорят, дай Бог, чтобы он наказал. И это действительно, то есть, да, потому что братья никогда не были наказаны за свое, за свой проступок. и они не могут даже поверить в то, что они дослуживают прощения. Таким образом, они не могут даже поверить, что Иссеком простил. Потому что нереально, то есть, да, почему простить, им не полагается прощения. Поэтому они просят подходящее наказание, как объясняет Аль-Шейх. Аль-Шейх пишет и говорит, вы йомру генейнули халявадим. И сказали, вот мы тебе рабами. И на виха бекешиким хольбахина. Вот твой отец сказал, прости просто так. Анну лунихпос. Мы этого не хотим. Эйля не еле авадим. Лиманы хупара вон мидак и нагедмеда. Мы хотим, чтобы мы стали рабами для того, чтобы был искуплен грех мера за меру. Мы тебя продали в рабство и мы станем рабами. То есть накажи нас так. Но не убивай. Мы же тебя не убили. В конце концов, если ты убьешь, ты перешел грань. Мы тебя не убили. Мы тебя продали. Делали рабом. Поэтому правильно наказали делать нас рабами, а не убить. Это то, что они пришли сказать. Юсэф. Как Юсэф должен реагировать на то, что он раскрывается перед ним, что такие оказываются долгие годы его братья думают, что он волк по вечной шкуре. Что они думают про него, что он собирается мстить. по идее само подозрение его в том, что он не простил, по идее должно породить, то есть раскрыть тиран и породить это наказание. Я к вам со всей душой, а вы такие гады. Ну, как реагирует Юсэф? Давайте прочитаем. Говорит Юсэф и сказал Юсэф не бойтесь. Кстати, во-первых, Юсэф заплакал, то есть, да, и плакал Юсэф, когда говорили ему, и потом дальше сказал им Юсэф не бойтесь, ибо разве на месте Бога я? Вот вы умышали против меня зло, но Бог совершил добру, чтобы сделать то, что ныне есть, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу, а теперь не бойтесь, я буду кормить вас и малюток ваших, и он утешал их и говорил по сердцу их. Как мы сказали, братья думали, как мы это сказали, думали, что вот этот мир между ними все эти годы последние перед смертью отцов строились на его вопль в скрике жив ли мой отец еще. То есть все было завязано только нации. И они считали, умер отец. Умерла и называется любовь между братьями, которая была держалась только на жизни отца. Иосиф пытается доказать им, что несмотря на то, что Якова больше нет, нужно вернуться не к той сцене, когда они предлагают себя продать, когда он спрашивает про отца, и они предлагают себя в рабство, а к другой сцене. Какой сцене? Иосиф хочет, чтобы они вернулись к 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 сказано он заплакал, когда он раскрывался. Почему он плачет? Он плачет тогда, когда Иуда говорит, когда он раскрывается, чтобы подтвердить то, что по-настоящему та сцена, к которой нужно вернуться, это к соединению братьев, то есть тому, что он простил. Что оттуда начинается не боязнь смерти отца, а с того момента, когда мы воссоединились. И это он добавляет снова и религиозную подоплеку, которую он сказал тогда же. Он им подводит подоплеку в то есть он сказал там в главе Вайгаш, и сейчас не печальтесь, не будет в ваших глазах проблемой, что вы продали меня, ибо для того, чтобы вы жили по славня Всевышний. То же самое говорит он здесь. Вы хотели о плохом, но Всевышний думал о хорошем. Ребята, возвращаемся к той точке, вот этой вот, то есть вам нечего бояться и так далее, и говорить, потому что это все от Бога шло. Нечем говорить. и он говорит, как во времена голода была задача, его Юсефа, он видел там задачи, чтобы оставить вас жизни и так далее, чтобы вы жили, и все было хорошо. Также сейчас, когда уже прошел голод, он продолжает заботиться о том, что они жили, у них все было хорошо, и так далее, как он сказал, я буду кормить вас и малюток ваших, и он то есть чтобы сохранить жизнь многочисленному народу, а теперь не бойся, я буду кормить вас и малюток ваших, я буду заботиться о вас дальше. То есть с отцом это не связано. То есть как он кормил Якова и его сыновей во время голода, также говорит Юсеф, что он продолжит кормить братьев и их детей. То есть дай ваших молитвов. И самое главное, и самое поразительное, Юсеф, потерпевшая сторона, он берет на себя обязанность и ответственность позаботиться о ощущении ощущения ущербности своих братьев, то, что они нанесли ущерб, то есть их ощущение вот этой вины, он берет на себя ответственность за них. То есть он им говорит снова. То есть тогда он сказал, да? Он сказал, вы не переживайте, не злитесь. И сейчас он им тоже говорит то же самое. И он утешал их и говорил им по сердцу их. И это то, что он сказал им тогда, когда он их отправил, даже он напоминает им, когда он их отправил из Египта первый раз он говорит, сказал, что вы не спорьте пути, не переживайте. Это еще до того провели бедемин. И сейчас он тоже он их утешал и говорил к сердцу. Братья были уверены, что со смертью Якова раскроется истинное лицо Юсефа. И оказались правы. Действительно раскрылось истинное лицо Юсефа. Они так не думали. Они думали, что истинное лицо заносчивый брат, который помнит все, которое справедливости может наказать тогда нет. Они раскрыли, он действительно раскрыл настоящее лицо после смерти отца и его настоящее лицо, то, которое они не знали, то, которое появилось в Египте после того, как он прошел много в своей жизни. То есть то лицо, которое превратили, то есть в принципе то лицо, которое и делает его, и тот путь, который сделал его от Юсефа Ягир, то есть за ночь его подросток Юсеф до Юсефа Садик, Юсеф Праведник. И он раскрыл это лицо Юсеф Праведник, теперь они все это поняли. И поэтому не успокоились. Это то, что он в принципе вот этот окончательный аккорд между братьев, и здесь уже в принципе ставится последняя точка, и тут уже Юсеф говорит, что они остаются здесь, он в принципе становится предводителем братьев, что они остаются, и что придет избавитель и так далее, а потом когда вас избавят, то есть возьмите, то есть он умер, то есть возьмите мое тело и тоже унесите из Египта. Вот такой вот интересный поворот появляется в конце нашей книги в отношениях братьев и Юсефа, что думали братья, что по-настоящему Юсеф, и почему они так думали, с кем они сравнили, какие намеки видели, и как Юсеф им ответил, и почему Юсеф ответил, что не увидели, в конце концов круг замкнулся, действительно здесь произошло окончательное восстановление, когда братья уже поняли, что действительно все это охвата им, то есть это любовь братьев, а не только забота, чтобы папе все было хорошо, чтобы папа не знал, чтобы папа не видел. На этом я заканчиваю сегодняшний урок, надеюсь, что вам было интересно, я запись выключаю, кто слушал запись, как всегда, хорошего вечера, хорошего продолжения дня, хорошего суток, когда вы увидите, и увидимся.